Со стороны такая картина выглядит как минимум непривычно. Автомобиль начинает движение, выполняет один поворот за другим. Кресло водителя при этом пустует. Если для России такой умный автомобиль в диковину, то в некоторых странах уже нормальная практика. Первый вопрос беспилотного транспорта стали изучать японцы еще 50 лет назад. Следом к изучению подключили США и Китай. По мнению экспертов, Россия отстает от этих стран-лидеров в этом вопросе на 15 лет. Такое отставание – это целая пропасть, говорят эксперты. Чтобы наверстать упущенное, в Татарстане будут ориентироваться на успешный опыт коллег из Поднебесной. Поверьте, в Китае ездят автомобили, которые ездят на 150 километров дальше, чем Тесла, и они уже в народном хозяйстве, таксисты на них разводят людей. А мы рассматриваем такие автомобили как предмет роскоши. Роскошь или средство передвижения. Так или иначе, но такие автомобили появятся в Татарстане. Причем так называемые мозги установят на платформе КамАЗа. В планах сделать его управление беспилотным уже через два года. И это решит целый ряд транспортных проблем. Вот эти все стоянки, о которых мы говорим, вместо всех этих стоянок, там двух, трех, четырехэтажных, там появятся лесные парки, лесопарковые зоны. Потому что не нужны эти стоянки будут. Весь смысл быть, что даже тот, кто живет за городом, заказал машину, беспилотник приехал, сел, куда нужно, тебя отвез, и он дальше едет. Чтобы сделать это реальностью, в Казани уже в конце февраля встретятся лучшие специалисты этой области. Среди них представители Германии, Бельгии, Италии, Швеции, Франции и других стран. Участники конференции обсудят и предложат свои идеи. Но будет ли такой формат по карману россиянам? Вопрос отдельный. Сергей Хайдаров, Андерс Энтальцев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова